Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия программа по существу. Меня зовут Татьяна Трофимова. Первая неделя нового учебного года позади. Первоклассники адаптируются к школьным условиям, старшеклассники вернулись в привычную среду. Что нового ждет учеников и учителей в этом году, расскажет первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской республики Светлана Владимировна Петрова. Здравствуйте, Светлана Владимировна! Добрый день! В декабре 11-классники впервые в этом году будут писать выпускное сочинение. Что это? Это допуск к ЕГЭ? Или просто баллы будут учитываться уже при поступлении в ВУЗ? Действительно уже, я думаю, что все 11-классники, педагоги, которые работают в старших классах и их родители уже знают о том, что, потому что много уже об этом говорилось, что в декабре впервые за последние годы возвращается в российскую школу сочинение для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями изложения. И сегодня уже известно, определены 5 направлений, по которым будут сформированы конкретные темы. Сочинение, введение сочинения идет по так называемому мягкому варианту. Разработчики, идеологи говорят о том, что с самого начала, чтобы не пугать детей, чтобы дать им возможность максимально чувствовать себя комфортно, не будут выставляться отметки, а будет форма оценивания зачет-незачет. В декабре ребята получат в день экзамена конкретные темы по 5 направлениям. Далее, если те ребята, которые получили незачет, у них появляется еще два раза возможность, это в феврале, в апреле, мае, пересдать это сочинение, еще раз написать его, и таким образом получить допуск к итоговой государственной аттестации, ГИА, как мы называем, государственная итоговая аттестация. То есть тут четко можно сказать, кто получил незачет, тот не допускается к экзаменам? Безусловно. После всех попыток, если получается незачет, выпускник не допускается к государственной итоговой аттестации, а это грозит неполучением аттестата и повторным обучением, там еще есть разные варианты. Далее, все эти сочинения, они направляются в единую базу данных сочинений выпускников этого года, 15-го года. При поступлении в ВУЗ, выпускник может дополнительно заработать до 10 баллов за это сочинение. ВУЗы в своих правилах приема обязаны отразить это новшество и показать, как они будут учитывать итоговое сочинение выпускника. То есть ВУЗ по своему желанию, если в правилах приема ВУЗ это будет отражено, по своему желанию может запросить это сочинение с единой базы данных, еще раз его оценить и выставить так называемые дополнительные баллы. Поэтому особенно это касается ребят, которые идут на гуманитарной специальности. Если у них очень хорошего качества будет написано сочинение, хотя сочинение будет оцениваться только как зачет, но потом уже при поступлении в ВУЗ, при желании, как я уже сказала, ВУЗ запрашивает сочинение, еще раз его переоценивает и выставляет баллы. Поэтому это дополнительный бонус, дополнительные баллы для ребят. Есть очень хорошая мотивация, качественная подготовка к итоговому сочинению. А могут отказаться ВУЗы, учитывать эти баллы? Да, это право ВУЗа. Они будут, как я уже сказала, все эти требования будут отражены в правилах приема ВУЗа, которые определяются где-то в марте месяце, в феврале-марте месяце. Ну хорошо, давайте поговорим о пяти направлениях тем. Они уже определены Министерством образования Российской Федерации, да, по-моему? И они будут меняться как-то или это все? Нет, направления меняться уже не будут. Пять направлений определены, утверждены рабочей группой. Внутри этих направлений будет много тем определено. Конкретные темы будут опираться на российскую и зарубежную литературу. Те произведения, которые включены в программу классного, внеклассного, скажем, чтения. Все темы будут сформированы только в рамках школьной программы. Ну вот вторая тема вопроса, заданная человечеству войной. Учебный год уже как бы начался, продолжается. В школах учителя конкретные произведения ребятам, одиннадцатиклассникам озвучили, которые будут касаться, допустим, того или иного направления. Конечно. В рамках учебной программы по литературе у всех ребят есть перечень произведений, которые нужно изучить в рамках, скажем, Первой мировой войны, в рамках Второй мировой войны, вообще в рамках военной тематики, скажем так. Поэтому перечень этих произведений он уже определен. Ребята в первую очередь должны изучить эти произведения. Не только прочитать нужно то или иное произведение, еще и научить ребят писать об этом, высказывать свое мнение, свое отношение к тому или иному произведению, к тому или иному событию. Это, конечно, сложнее. Но этому надо научить. Можно научить. Это образовательные технологии, которыми владеют наши учителя и могут обучать детей. Новшеств много, скажем так, для выпускников, одиннадцатиклассников в этом году ожидает. Буквально на днях мы решаем вопрос о том, что теперь математику выпускники будут сдавать по их желанию на базовом и на профильном уровне. Регионы сами выбирают. Наша Чуваша решила, уже почти можно сказать, что мы вчера с Министерством образования и науки Российской Федерации этот вопрос решали. Мы будем давать право нашим выпускникам сдавать математику и на базовом уровне, и на профильном уровне. На базовом уровне будут сдавать математику те выпускники, которым математика не нужна для поступления в ВУЗ, допустим. Там не учитываются баллы по математике. А на профильном уровне будут сдавать математику те ребята, которым математика нужна будет для поступления в ВУЗ. И нужны хорошие высокие баллы. У нас новая концепция преподавания истории с этого учебного года. Единого учебника по истории не будет. Их и не должно быть. Будет единая концепция, так называемый историко-культурный стандарт. На едином историко-культурном стандарте будут разработаны учебники. Учебников несколько может быть. Разные авторы, разные авторские коллективы их могут готовить. Но все они будут разработаны в рамках вот этого единого стандарта. В этом учебном году, в 2014-2015 учебном году, также наши учебники по истории, они приобретены для школ в рамках федерального перечня учебников. И в основном эти все учебники, они уже соответствуют единому историко-культурному стандарту. Спасибо, Светлана Владимировна. Я напоминаю вам, о нововведениях этого учебного года нам рассказала первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Светлана Владимировна Петрова. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»